Их противостояние на ковре украшает мировую борьбу, а дружба служит примером для многих спортсменов. Борец Абдул-Рашид Садулаев пригласил на малую родину американца Кайла Снайдера, ингушского вольника из Турции Калоя Картоева. В Чародинском районе именитым гостям сделали подарки, а Снайдеру даже вручили сертификат на получение земли. О том, как встречали спортсменов, расскажет Курбан Рагимов. На ковре они соперники, а в жизни добрые приятели. Абдул-Рашид Садулаев ведет своих друзей в спортзал села Цуриб. Здесь почти 20 лет назад двукратный олимпийский чемпион начинал спортивный путь. Со своим главным оппонентом Кайлом Снайдером Садулаев оспаривал золото в Токио, а с Калоем Картоевым боролся за победу в Рио-де-Жанейро. Именитых гостей в Чародинском районе встретили тепло. Подготовлена насыщенная программа. В адрес олимпийцев звучат приветственные речи. Не обошлось и без традиционной лесгинки. Здесь американец удивил всех. После такого Снайдера не могли не сделать почетным гражданином района. Американец сам заинтересовался, где и в каких условиях вырос Садулаев. Первый тренер танка рассказывает, какие качества привели его воспитанника на вершину Олимпа. Сейчас Магомед Магомедов готовит своему звездному ученику достойную замену. Он худоголик, он работает. А кто работает, тот от этого добивается своей цены. Ну работают многие в мире, а таких успехов как Ажи? Ну он не ударен ученый. Он умный борец. Он не учился хорошо. И на теноках работал. После торжественных мероприятий делегация отправилась в родовое село Садулаева, Гилиб. Дома спортсменам ждал обед. На столе в основном блюда национальной кухни, аварский хинкал, мясо и чуду. К таким застольям за четыре дня в Дагестане гости уже привыкли, но о некоторых чемпионских секретах питания узнали только тут. К своим соперникам у меня бывает чисто спортивный интерес. Ну спорт это короткая вещь, но после спорта настоящая жизнь начинается. Поэтому, ну я это понимаю, что сегодня один выигрывает, завтра другой выигрывает. Ну спорт есть спорт. Еще одна приятная процедура – вручение подарков. Бурка, папаха и кинжал гостей посвятили в Джигиты. Вместе с этим Снайдеру дали сертификат на получение земельного участка. Такого внимания, признается американский вольник, ему не оказывали еще нигде. Здесь очень добрые и гостеприимные люди, очень красивая республика. И ты не знаешь, что дальше у тебя по плану. Каждый день новые приглашения. Я никогда не думал, что однажды окажу здесь. Очень рад, что узнал Бурашида как человека поближе. Но думаю, это не повлияет на наше соперничество на ковре. После обеда олимпийцы отправились в вертолетный тур по Дагестану. С высоты птичьего полета они увидели все красоты республики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!